Всем привет! Я Рита Муратова и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами поговорим про мой личный топ бюджетных в ближе к среднему ценовому сегменту сумок, где есть баланс качества. И это качество прямо пропорционально цене. Почему я говорю про ближе к среднему ценовому сегменту ориентировочно? Просто потому, что зачастую, к сожалению, по ценам масс-маркета и в масс-маркете качественных сумок практически нет. Стратить их очень сложно. И чаще всего, даже если вам изначально кажется, что сумка удачная, потом у нее что-то появляется. Либо из-за того, что это нейтральная кожа, а там появляются какие-то заломы, трещины, либо неудачные стежки. Потому что обычно это все еще машинная и очень быстрая обработка на фабрике. Никто не заботится о качестве изделий, потому что здесь берут количеством, ценой и скоростью выдачи этих заказов. Соответственно, лично для меня, в моем личном опыте и опыте с клиентами, я нашла золотую середину, в рамках которой есть определенная цена. И цена эта, в моем опыте, это приблизительно где-то 150, максимум 200 долларов, но где-то около 150-200. Где у нас есть эквивалент в вашей валюте национальной, где есть и качество изделия, и оно соответствует цене. И нет превалирования и какой-то сумасшедшей глупой наценки, где ты просто чаще всего за имя бренда платишь, за то, что все его блогеры надели и так далее, и тому подобное. Как чаще всего в люксе и происходит. Но когда мы говорим про люкс, мы чаще говорим не про то, что ты оправданно платишь цену, а ты просто платишь сумму, которую готов заплатить за то, что ты носишь, например, Шанель. Здесь же мы будем фокусироваться исключительно на качественных изделиях в современном стайлинге, которые попадают в актуальные силуэты, в трендовые вещи, которые будут вам долго служить. Потому что я уже затрагивала эту тему на канале, но ключевой момент в моем личном подходе в моде – это сокращение потребления масс-маркета. И если я что-то покупаю в масс-маркете, то я должна убедиться, что эта вещь достаточно качественная. С сумками в масс-маркете большая проблема, поэтому качественная она практически не может быть априори. Именно поэтому, если я выбираю качественную вещь, я беру ее в среднем плюс ценовом сегменте. Поэтому сегодня я расскажу о тех брендах, может быть, вы о каких-то из них не слышали, буду очень рада поделиться какими-то открытиями для вас. И вы тоже, пожалуйста, сразу в комментариях пишите. Быть может, у вас есть какие-то интересные локальные бренды, которые создают качественный и доступный по цене продукт, о котором стоит всем рассказать. Плюс сразу скажу, что достаточно часто именно локальные, маленькие, нишевые бренды могут позволить себе делать качественный продукт, но не ставить огромную на цену. И один из таких я сегодня точно затрону, но в целом делаю основную подборку по моим любимым топ-брендам среднебюджетных сумок, которые я бы рекомендовала и которые создают современные актуальные силуэты. Так что, если эта тема вам интересна, а если вы до этого момента посмотрели мое километровое вступление, то я думаю, что тема вам интересна. Давайте продолжать смотреть. И первый бренд, который я затрону, и внутри брендов, безусловно, есть сетка ценовая, есть более дорогие, более дешевые модели. Я хочу обратить ваше внимание в целом на бренд, он называется Boy, Boy Boutique. И я хочу обратить ваше внимание на их современные коллекции. У них есть несколько главных моделей. У них есть вот такая застежка, достаточно знаменитая в этом бренде Boy, и это сумка бренда Boy. Но это большой шоппер, он более дорогой. А сумки с вот такой застежкой, это сумки, которые можно встретить, особенно на различных сайтах по типу Vyout.net, можно встретить по супер-супер адекватной цене до 200 долларов. И вы получите современную, уникальную, классную сумку, которая держит форму. Здесь у них вообще все очень качественно, и сумки Boy, они знаменитые кроме того, что вот такими застежками, еще и структурированностью изделий. И даже шоппер вот такой летний, который вы видите, он более дорогой по цене, но он структурированный, он не опадает, он не теряет форму, и в целом он остается в своей такой прямоугольной направленности. Очень классные сумки, это первый вариант у Boy есть. И Boy это уже более известный, но при этом достаточно нишевый, бутиковый бренд, который все еще создает интересные модели по адекватной цене. Вот еще одна у них модель, я прямо сегодня, кстати, с ней пришла. Это сумка, которая называется One Tone, и эта сумка, видите, слушайте, у меня там таблеточки лежат. Так вот, эта сумка, ее можно носить на плече, можно регулировать ремешок по длине, которая вам комфортна, можно носить вот так топ-хендл, что я очень люблю, очень люблю такие сумки. Эта сумка очень хорошо подходит к летним образом, потому что здесь есть вот такое плетение, здесь есть ножки, соответственно, дно не протирается. И One Tone тоже есть в разных размерах, и в цене он тоже может быть достаточно доступным. И бренд бой, ни меня, ни одного моего клиента до нынешнего момента не подвел. Бренд замечательный, создает интересные модели, которые ты не каждый день встретишь на рынке. И достаточно часто именно нишевые бренды этим подкупают лично меня, потому что на самом деле, когда ты обращаешь внимание на сумки, даже люкс, который, казалось бы, дорогой, его все хотят, проблема с ним в том, что он, особенно популярные модели, так примелькались, что ты, с одной стороны, вроде бы покупаешь сумку за 3000 долларов, например, а с другой стороны, ты покупаешь сумку, которую ты чаще увидишь на улицах у людей или где-то в заведениях, чем сумку масс-маркетовскую. Потому что в масс-маркете разнообразие, и там больше можно выбрать всего. И они часто меняются. Поэтому возникает вопрос, не покупаешь ли ты супердорогой масс-маркет. И в этом плане средний ценовой сегмент и вот такие доступно-бюджетно-средние сумки, они дают тебе и эксклюзивность модели, потому что бренды не настолько знаменитые, потому что партии не настолько огромные, потому что на всех площадках они представлены. Но при этом это и не масс-маркет, соответственно, не так много людей их приобретает. И поэтому ты чаще получишь уникальную и интересную модель. Поэтому очень рекомендую бренд Бой. Лично я его своим клиентам, мне кажется, что практически у каждой моей клиентки есть хотя бы одна сумка Бой. И ни разу не было ни одной жалобы, ни на одну модель. Ни по качеству стежков, ни по материалам, ни по коже, ни по тому, как стирается-не стирается фурнитура, как функционирует сумка, как хорошо она держит форму. Все просто идеально. Следующий бренд, в партнерстве с которым мы сегодня и делаем для вас это видео, это бренд, с которым я вас уже знакомила. Я когда-то показывала сумку, которую я использую до сих пор, кстати, как дорожную сумку и как сумку для зала, потому что она очень вместительная, классная. И этот бренд называется Милскарта. Я думаю, что если вы следите за стилистами, блогерами, вы уже не раз его слышали. Сейчас прямо при вас ее распакую, потому что мне буквально недавно ее доставили. И я так давно на канале каких-то даже видео с покупками не делала, что мне кажется, хотя бы распаковка здесь может присутствовать. Этот бренд, это бренд российский. Он создан изначально в Санкт-Петербурге. Там же у них идет производство. И там же у них находится первый офлайн-магазин. Этот бренд, буду распаковывать и рассказывать, в нем достаточно доступные, адекватные цены. Также у бренда, что очень интересно, и в большинстве случаев практически нереально, и обычно присущий исключительно брендам вот таким локальным, есть гарантия год на каждое изделие. Это значит, что если с ним что-то вдруг происходит, вы можете его заменить на другое понравившееся вам. И это срок гарантии, который не существует в целом в ритейле. Какую бы сумку вы ни приобрели, никто вам не дает гарантию на нее год. Если вы знаете, после покупки обычно это в районе 14 дней слэш в месяц, в зависимости от места или бренда, в котором вы что-то приобретаете. Никогда не год. Поэтому, когда вам кто-то дает гарантию год на свои произведения, это значит, что он уверен в том, что с ними все будет хорошо. Поэтому это достаточно классная штука. Сейчас я распакую, более детально покажу. У них массивная, достаточно классная, красивая упаковка. Тебе не дают просто какой-то хляпенький пакетик, что достаточно приятно. Следующий момент. Вот такой пыльник. Вообще, если мы быстренько отойдем от темы, я считаю, что все сумки при переноске желательно перевозить, если вы куда-то едете, путешествуете в пыльниках, но хранить лучше вне пыльника, особенно если это кожа, здесь натуральная кожа, чтобы сумка дышала. Сейчас вам покажу ее. Эта сумка бананка, достаточно массивная. Сюда поместится абсолютно все. Это одна из топовых моделей этого сезона. Мягкая, комфортная. Я для себя выбрала вот такую контрастную с черно-белой палитрой. Она идеальна и к сегодняшнему луку подойдет. Сейчас прямо все сниму и покажу. У бренда Mills Card, что очень интересно, кроме того, что это изделие из натуральной кожи, кроме того, что это локальное производство, поэтому в целом есть и гарантия качества, в целом есть возможность заменить, посмотреть разные модели. Ряд моделей достаточно большой, поэтому и девочкам-минималистам, я к ним себя тоже частично причисляю, например, в сегодняшнем наряде, есть что найти для себя. И у них вот эта модель, это одна из новых моделей, представлена сразу в нескольких оттенках, причем таких ярких, классных, летних, просто идеальных для путешествий, для города где угодно. И эту сумку можно, я считаю, в том числе носить с брючными костюмами, с платьями, легкими, летними, романтичными, просто потому, что она настолько лаконичная. Кроме того, что вы здесь получаете качество, натуральную кожу, и я в целом должна сразу сказать, что в среднем ценовом сегменте, в таких сумках бюджетного, среднего ценового сегмента, для меня очень важно, чтобы все-таки изделие было из натуральной кожи, потому что носится оно лучше, потому что хранится оно лучше, из моего личного опыта, опыта моих клиентов. У Миллс-карты есть еще доставка по всему миру, что достаточно удобно, потому что я знаю, что у меня зрители это все досмотрят. И конкретно эта модель мне еще очень нравится тем, что несмотря на то, что она складывается в практически ничто, ее можно, например, с собой куда-нибудь в багаж сложить, в рамках прогулки, города, если вы мама, которая идет на прогулку с ребенком, если вы где-то путешествуете, если вы садитесь в самолет, если вы просто гуляете по городу, идете на работу, что угодно, сюда можно поместить весь мир в том числе. Мы уже с вами такой тест проводили. Я сейчас покажу, что сюда можно поместить буквально мою голову. Причем, чтобы вы понимали, абсолютно полностью демонстрирую. Вот так. Так что этот тест пройден, а у меня, вы должны понимать, очень большая голова. У меня диаметр головы 58 сантиметров. Это реально мужская голова, причем достаточно крупная, поэтому на меня нужно специально шить какие-то шляпы. Обычно их нет в наличии, потому что у меня какой-то L-плюс размер головы. Соответственно, сюда помещается очень много. Это я еще с волосами сюда голову поместила. Здесь дополнительно есть отделение для каких-то кредитных карточек, телефона, если какой-то мини-телефон складной и так далее. И вообще, эта бананка, эта сумка вне сезона, потому что я бы ее, особенно в таком цветовом решении, носила и весной, и летом, и в том числе зимой с какими-то пальто. Особенно интересно органично смотрится, потому что пальто структурированное, сумка более мягкая и достаточно понятная для минималистов, а также для максималистов. Если вы собираетесь приобретать эту или другую сумку у бренда Милс Карта, то при регистрации на сайте вас еще ждет бонус 10% скидки на любую покупку. Так вот, касаясь Милс Карта, это также тот бренд, который я включила бы в свой топ бюджетных сумок среднего плюс ценового сегмента, в рамках которого вы получаете и натуральные материалы, и качество безупречное. Безупречное, все стежки, каждый крой, любой заворот, прорезка кожи, прокраска, аккуратное выдавленное лого, никакой активной фурнитуры, все достаточно нейтральное, логично продуманное. И это тот бренд, в котором, опять же, для разных настроений вы можете найти то, что вам хочется, в том числе и романтики могут найти, и такие минималисты, классики, как я. Следующий бренд, который я могу порекомендовать в таком же ценовом сегменте, это бренд Оротон. Не знаю, слышали вы о нем или нет, но там также есть натуральная кожа, также качественные изделия, они знамениты своими шопперами и более мягкими сумками, идеально подойдут для тех, кто любит с собой носить ноутбук или айпад, и вообще большое количество различных изделий в сумке, есть в разных абсолютно цветовых решениях, и в том числе подходит для минималистов. Достаточно нейтральные, ничего лишнего сумки с супер неактивной фурнитурой, что позволяет их носить с очень яркими и с достаточно нейтральными, аккуратными, understated нарядами. Следующий бренд, который могу на 100% порекомендовать, этот бренд вы знаете как бренд одежды, а также как бренд сумок, могли о нем слышать, это бренд Stott Clothing, и у них есть супертрендовые сумки-багеты, сумки S-shaped, сумки любой абсолютно формы, в том числе у них есть круглые, сумки бочонок, и они знамениты как раз своими изделиями более структурированными, поэтому если вы чувствуете, что в вашем гардеробе не хватает, опять же, в таком ценовом сегменте, качественных из натуральной кожи, изделий, но при этом структурированных, если вы чувствуете, что у вас в гардеробе очень много мягких летящих платьев, мягких рубашек, мягких брючек, костюмчиков и так далее, и вам бы хотелось что-то, что будет балансировать эту обтекаемость, я бы очень посоветовала Stott, особенно учитывая, что их ценовой сегмент позволяет взять иногда несколько изделий, особенно в момент скидок, у них просто сумасшедшие скидки, я, кстати, обычно советую ждать сезонов скидок, вот сейчас в середине лета будет этот сезон скидок очередной, и вот этот бренд тебе отметить, поставить лишь лист те модели сумок, которые вам нравятся, и подождать, пока на них будут скидки, потому что на них скидки просто сумасшедшие. Следующий бренд, бренд By Fire, By Fire, это изначально бренд, который стал знаменит благодаря своей обуви, и потом двинулся в сторону сумок. Если вы любите 60-е, 70-е, и вообще предыдущие известные десятилетия, на особенности 60-е, 70-е, любите насыщенные цвета, экспериментарные материалы, изделия под змейную кожу, сумки, багеты, то вам однозначно в бренд By Fire. Бренд By Fire, это тот бренд, который носят Белла Хадид, Джиджи Хадид, вся семья Хадид, все кардаши, и так далее, и тому подобное, при этом их ценовой сегмент, опять же, достаточно адекватный, и качество их изделий очень высокое. Это общая, в принципе, черта, которая проходит красной нитью через все сегодняшние указанные видеоизделия. Следующий бренд, это бренд украинский, тоже локальный, который я бы очень посоветовала, но называется Хвоя. Это бренд, который, который есть фактически единственный такой маленький бутик в Киеве. Это бренд, который знаменит как своей обувью, которую они тоже кастом изготавливают, и с сумками. Сумки-шопперы, маленькие сумки, клачи, но мой любимый у них это именно сумка Хобо, которая из безумно качественной, классной выделки кожи, с очень хорошими стежками, с практически незаметной фурнитурой, и такую сумку мы дарили замечательной девочке Лене из нашей команды, потому что она просто божественная, она неубиваемая, она выдерживает и вмещает в себя ноутбуки, еду, зарядки, телефоны, и все, что вам только в голову придет, плюс она очень в современной лаконичной тематике исполнена и, соответственно, со всем сочетается. Так что бренд Хвоя отмечаю, постараюсь их залинковать под этим видео, и очень советую на них обратить внимание, особенно, если вы живете в Киеве. Кстати, насчет доставки у них мировой не знаю, но вы можете написать им директ и уточнить. Если вы ищете классную, но среднебюджетную летнюю сумку, то советую обратить вам внимание на различные соломенные варианты от бренда Inespressant. Это бренд, который в том числе представлен на сайте Matches Fashion, и просто отдельно их можно приобрести. Очень классные, у них достаточно часто, они знамениты тем, что у них есть комбинация различных, очень противоположных по направлению материалов, и поэтому в сумках плетеных из соломы фактически есть кожаные детали, что очень облагораживает ее и визуально вытягивает немножко на другой уровень, даже более городской, поэтому не обязательно носить и брать ее с собой и приобретать только для отдыха. И в том числе очень классно, что все их сумки диковинных форм, и все ее держат, все структурированные. Соответственно, вы получаете полноценный элемент вашего образа, в рамках которого все остальное может быть мягким, летящим, обтекаемым, и эта сумка будет собирать весь ваш наряд, плюс добавлять завершенности. И бренд, мы завершаем нашу подборку брендам, которые я рекомендую во всех ситуациях. Меня спрашивают, сумка качественная, низший порог среднего ценового сегмента, базовая, сумка качественная на каждый день средний ценовой сегмент, и так далее, и тому подобное. Когда мне задают такой вопрос, один из брендов, который я постоянно включаю в подборку, и если вы не подписаны на меня в инстаграме, то вы не знаете, но я достаточно часто, теперь каждую пятницу делаю рубрику ответы на ваши вопросы, на самые интересные вопросы. Я отвечаю у себя в инстаграме, в сториз, и часто среди этих вопросов есть какие-то личные, есть вопросы карьерного характера, вопросы о стиле, и в том числе вопросы по рекомендациям. Порекомендуйте сумки, обувь, как вы думаете, лучше эта сумка или эта, и так далее, и тому подобное. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, собачка Гринтина Ушугар, и там вы сможете задать свой вопрос, возможно, я на него отвечу достаточно развернуто, иногда саркастично или комично, что готовьтесь. И вот в рамках этой рубрики мне часто задают вопрос именно про сумки. Я знаю, что девочкам чаще всего нравится либо обувь, либо сумки, такой главный предмет коллекционирования в гардеробе, или желание на что-то потратиться обычно появляется именно на обувь или на сумки. Так вот, по поводу сумок чаще всего спрашивают именно среднюю ценовую категорию, бюджетные, но плюс средние, но и качественные, и базовые, и бренд APC. Это бренд, который я рекомендую постоянно, потому что их качество невероятное, потому что их ценовой сегмент идеальные, потому что они выделывают колышку как никто другой, потому что фунетура у них очень аккуратная и она не блестит, она не выглядит дешево, потому что эти вещи будут храниться в вашем гардеробе просто вечно, и там есть разнообразие моделей, поэтому вы найдете для себя и сумки хоба, и сумки через плечо, и клатчи, и шоперы достаточно массивные, и это действительно те элементы вашего гардероба, которыми вы сможете пользоваться вечно, сможете гордиться, и они будут со всем вашим гардеробом как ярким, так и минималистичным сочетаться, что немаловажно, и это, наверное, ключевой месседж сегодняшнего видео, все сумки, представленные в подборке в этом видео сегодня для вас, это те сумки, которые я для себя отметила по опыту, по работе с ними, по тому, каких потрогала, посмотрела, применила и так далее, как сумки очень качественные, с идеальной выделкой кожи, с натуральными материалами, с замечательной качественной фурнитурой, носибельные, которые сочетаются с большинством различных, даже сумасшедших гардеробов, и которые не исключительно трендовые, а которые в целом вне времени, но я постаралась для вас включить бренды, которые делают более яркие и более нейтральные сумки, чтобы вы сами себе могли решить, что вам более интересно, и приобрести сумку, которая в параллели находится с качеством, а также с адекватной, не заоблачной ценой. Пишите в комментариях внизу, какие рекомендации по сумкам в данном ценовом сегменте, в данном запросе есть у вас, какие ваши любимчики, может быть, вы для себя недавно что-то открыли, и буду очень рада, если вы будете дополнять наш сегодня сформированный список. На сегодня это все, люблю, целую, ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова